Всем привет! Я сегодня коротенькая постараюсь видео-болталка. Стала я его записывать, потому что вспомнилась мне история... Ну нет, это даже не история, это просто такой эпизод, который со мной произошел какое-то время назад. Я про него забыла, а вот сейчас вот вспомнила в связи с тем, что закрыли Инстаграм, грозятся закрыть Ютуб. И я вспомнила вот про этот случай. Вообще, произошла эта история, ну, может быть, несколько месяцев назад, может быть, год даже, я не помню, если честно. Я слежу в Инстаграме за одной девочкой. Молодая женщина, очень красивая, не знаете, ни какая-то Инстаграмная, что-то как это называется, Инстаграмная тёлка с надутыми губами, вот со всем этим. То есть у неё губы тоже надуты, но очень в меру и очень аккуратные, и это выглядит очень красиво, со вкусом, да. Не какая-то совершенно глупышка, которая там выставляет свои телеса и делает вид, что она пишет какие-то умные тексты, на самом деле, ей пишет их кто-то другой. В общем, не устраивает всякие марафоны, не устраивает никаких Инстаграмных разводов, что-то, как это называется, не просит ни у кого денег, никаким образом. Просто вот она действительно очень красивая девушка, она модель, но она не точно, не совсем модель, она подрабатывает моделью, но она, я нашла её сначала на Ютьюбе, она снимала очень красивые видео, причём она их и не монетизировала, у неё было достаточно много подписчиков, но она не подключала рекламу. Она это объясняла тем, что для неё как бы Ютьюб это творчество, и она хочет, снимая свои ролики, использовать ту музыку, которую ей хочется вставить в этот ролик, а Ютьюб не всю музыку одобряет, не всю музыку монетизирует, поэтому она просто не монетизирует свои видео, просто для того, чтобы вот снимать то, что ей хочется, говорить все, что она хочет, вставлять музыку, которую она хочет, чтобы не зависеть от того, разрешает это, YouTube не разрешает. Ну, в общем, очень творческая девушка, видно, что она не глупая, видно, что у нее как бы есть что сказать этому миру. Я потом нашла ее в Инстаграм и стала следить за ней в Инстаграм. И какое-то время назад она выставила какой-то пост о том, что каждый человек может сделать из своего имени бренд, имея в виду, что она как бы преуспела на просторах Инстаграма и YouTube, потому что в YouTube-то она, в общем-то, не зарабатывала, но в Инстаграме у нее было довольно много подписчиков, и ей давали какие-то там на рекламу какие-то продукты. Ну, знаете, как в Инстаграме. Инстаграм же не монетизируется, но в Инстаграме можно зарабатывать тем, что вы будете рекламировать кого-то, что-то, чью-то продукцию. В общем, у нее было довольно много подписчиков, и как результат она довольно хорошо зарабатывала. И вот она развивала тему о том, что каждый может сам себя сделать, Вот что в наше время успешный человек определяется тем, что он из своего имени сделал какой-то бренд То есть он благодаря своему имени может зарабатывать деньги вот в виртуальном пространстве И вот она как бы себя имея в виду, что она как бы стала более или менее известным человеком, известным блогером, моделью Она была амбассадором Тиффани в России какое-то время И благодаря опять же социальным сетям И вот что если человек не сделал себя сам в социальных сетях, то как бы этот человек неудачник И меня это как бы немножко резонуло, потому что я опять же старая кляча, которая имеет представление о жизни довольно старомодной Я в общем-то ей написала, что не все люди, которые не сделали себя в социальных сетях, они неудачники Есть очень многие люди не в виртуальном пространстве, а в реальной жизни, которые очень успешные, зарабатывают довольно хорошие деньги Но они не сделали свое имя брендом и соответственно не могут зарабатывать в социальных сетях Но они могут зарабатывать в реальной жизни и у них есть какие-то специальности, у них есть ремесло, так скажем, в руках И они могут быть очень успешными, хорошо зарабатывать, очень хорошо жить, при этом не иметь свое имя как бренд И не быть известными в узких кругах, так сказать, в социальных сетях и так далее Ну в общем у нас с ней разгорелся такой спор, она вежливая девчонка, очень-очень такая милая И все, она как бы не то, что мы там, она очень вежливая, но немножко высокомерно со мной, так сказать, общалась В том смысле, что ну конечно там, ну я и написала, что я как бы старше ее намного И для меня по-прежнему люди, которые там, не знаю, хирург, прекрасный учитель, замечательный инженер, программист Человек, который может заработать и очень хорошо может заработать не в виртуальном мире, а в реальном мире Как бы это по-прежнему очень успешные люди Я как бы ей пыталась донести, что представление ее об успешности, оно как бы немножко исковеркано вот этим вот представлением о том, что в виртуальном мире происходит главная жизнь На самом деле, как бы главная жизнь происходит в реальном мире И то, чем пользуются блага, которыми пользуются ребята, вот те же самые инстаграмы из тиктока, которые зарабатывают в инстаграме и в тиктоке Но покупают на эти деньги вещи, которые сделаны людским трудом, людскими руками в реальной жизни, а не виртуальной Поэтому их представление о том, что только виртуальная жизнь, только соцсети могут привести вам успех и заработок Они как бы немножко не совсем правильны, потому что в результате как бы реальная жизнь, она все равно важнее То есть то, что производится в реальной жизни, и опять же, если ей заболит живот, она побежит к доктору настоящему, а не к виртуальному доктору в инстаграме, понимаете? И вот это вот немножко какое-то такое искаженное понятие у людей, которые, в общем-то, выросли с инстаграмом в руках и с тиктоком в руках Оно, на мой взгляд, как бы исказило их представление о мире, о реальном и о том, что на самом деле важно И что на самом деле представляет собой реальный успех в жизни и реальная, как бы вот реальная, вообще реальная жизнь Я забыла про это, ну вот произошел у нас с ней вот такой диалог, в общем, она осталась при своем мнении, я осталась при своем мнении И я забыла про это А вот сейчас, когда инстаграм закрыли, я вдруг вспомнила про это Ну, понимаете, не подумьте, что я там злорадствую или что-то вот там я говорила, что нужно иметь реальную специальность в руках, а не вот это вот все бла-бла в инстаграм Я вообще даже, мне действительно жалко этих ребят, потому что они действительно вот, они вложили в это Они вложили свои финансы очень часто, свои идеи, свою жизнь, свою какую-то вот энергию, в общем-то, будущее строили в инстаграме И в том же там ютюбе, и в том же тик токе Вероятно, сейчас они все уходят в телеграм, вконтакте и так далее Наверное, там они смогут зарабатывать, я думаю, потому что я уже слышала о том, что разрабатывается какая-то система Что возможно будет монетизировать телеграм, возможно будет монетизация вконтакте Но пока что это все как бы висит в воздухе, это все очень непонятно и все очень невразумительно И даже если это произойдет, то набрать снова такое количество подписчиков и набрать снова такое количество рекламы, чтобы вот снова так же зарабатывать Я, кстати, видела интервью одной девочке, она артистка и она работала в театре, зарабатывала очень мало, в Москве она живет И раскрутилась она в тик токе, очень хорошо раскрутилась, ушла из театра и стала зарабатывать в тик токе И вот сейчас как бы она находится в таком каком-то таком... И она говорила, что я вот только-только начала хорошо зарабатывать, только поняла, что такое хорошие большие деньги Тут бац, все это прихлопнули, и мне теперь нужно думать, что мне делать дальше, опять возвращаться в театр Или вообще там петь песни на гитаре в переходе Она говорит, я даже не знаю, что мне делать сейчас Но вот факт остается фактом, что эти люди сейчас встали перед какой-то такой дилеммой Куда им дальше бежать, что им дальше делать со своей жизнью И это очень печально на самом деле, потому что я не придерживаюсь... Знаете, есть очень хорошая сейчас такая тема, что типа все, как бы все блогеры, идите работают на заводы Это, во-первых, глупость, потому что никому они не нужны на заводах Эти блогеры, эти мальчики субтильные, которые там прыгали в ТикТоке Эти девочки с надутыми губами, которые только, извините, свое одно место умеют демонстрировать Они не нужны на заводах, они никому не нужны нигде, на самом деле Потому что у них нет специальности Вместо того, чтобы говорить, идите работать на заводы Я бы им сказала, давайте блогера, который вы сейчас лишили своего заработка Идите куда-то учиться, выучитесь, получайте хорошую специальность И начинайте работать нормально Если вы не сможете вписаться в новую реальность И, например, там найти какую-то возможность зарабатывать в Телеграме Если это станет возможно там за концом Вот И я, вот знаете, подумала о том, насколько вот все-таки наша реальность И отличается иногда от того, что есть на самом деле Вот я, например, помню, когда начался ковид, да И вдруг оказалось, что самые нужные профессии Это простые, такие старые, добрые профессии Допустим, врача, медсестры Люди, которые оказывают первую помощь А все вот эти вот аналисты, рекламщики И все вдруг остались на какое-то время без работы Слава богу, все вернулось И слава богу, они все получили эту всю работу как бы назад Я это говорю из личного опыта Потому что мой старший сын, он работает в рекламе И я знаю, что такое, как бы Я ни в коем случае, опять же, не злорадствую Потому что вот во время ковида у него действительно было все очень плохо с работы Потом, слава богу, все наладилось Моя племянница, ее муж работает в рекламе Мой племянник работает как раз в банке аналистом Поэтому, финансовым аналистом Поэтому я говорю это не потому, что я вот как бы потираю ручки И говорю, вот все эти аналисты и прочие рекламщики Они как бы вот, показала нам наша жизнь Кто на самом деле нужен в этом мире Какие профессии нужны Это как бы касается моей семьи Но я, это действительно было так Что вот люди вот таких вот специальностей Каких-то таких, знаете Для нас не очень понятных и внятных Они как-то потерялись в этот момент И слава богу, что все вернулось И все сейчас как было Вот я надеюсь, что все вот эти вот блогеры Которые в инстаграме и в тиктоке Которые зарабатывали хорошие деньги Они тоже найдут какой-то способ зарабатывать Снова начать Потому что я, в общем-то, верю, что если человек творческий И он как бы имеет какие-то таланты и способности Он найдет способ, как зарабатывать Может быть, не такие сумасшедшие деньги Которые они зарабатывали тогда в свое время в инстаграме Может быть, это будут не такие деньги Но какой-то заработок это будет Но им, конечно, сейчас пришлось Придется, пришлось и придется очень тяжело И я просто вспомнила вот этот вот мою Как бы диалог мы с этой девушкой Опять же, на просторах инстаграма Которая абсолютно была уверена в том Что успешные люди Это люди, которые себя сделали Вот в социальных сетях И сделали свое имя в виртуальном пространстве И теперь они могут на этом зарабатывать А все люди, которые зарабатывают в реальной жизни Это как бы, ну, не то чтобы лузеры Но люди, которые вот не смогли Просто из своего имени Без каких-то знаний Без какой-то возможности делать что-то руками Сделать из себя какой-то бренд С помощью которого они будут зарабатывать Я глубоко убеждена, что Все равно реальные специальности Всегда будут более нужны И более востребованы Чем вот все вот всякие вот эти вот виртуальные И околовиртуальные профессии, так скажем Потому что всегда нужны будут врачи Всегда нужны будут люди, которые производят еду То есть люди всегда будут хотеть кушать И всегда будут болеть И это будет всегда нужно И всегда востребовано Вот видите, жизнь показывает Что ребята строили свою жизнь Свою карьеру вокруг чего-то А потом как бы оказалось Что это все не совсем так Как им виделось И будущее их, конечно, сейчас под большим вопросом Вот Такое видео Вот я вот вспомнила этот случай И хотела вам про него рассказать Все, надеюсь, что у вас все хорошо Надеюсь, что вы все здоровы Надеюсь, что у вас все в порядке Где бы вы ни были В данную минуту И увидимся с вами совсем скоро В следующем видео Пока-пока-бай